ЗВОНОК В ДВЕРЬ Друзья, у нас к вам есть отличное предложение. Провести утро вместе с программой «Автопилот» у руля Михаил Ведутин. Юлия Астахова, мы сегодня будем вместе с вами в максимально серьезной. Мы не будем сегодня хихикать, смеяться, поднимать вам настроение. А что, утренний шоу – это серьезная программа. Я об этом. С таким политическим подтекстом. Я об этом уже. У нас сегодня очень серьезная тема. Новый год. Детский праздник. Или нет. Именно так звучит наша сегодняшняя тема. Друзья, мы, конечно же, призываем вас участвовать не очень активно. Есть для этого группа ВКонтакте, СМС-портала, также номер прямого эфира. Звоните нам, будем разговаривать о том, детский праздник, Новый год или нет. А если быть еще точнее, то давайте выясним, наконец-то, стоит ли ребенку в 12 часов бодрствовать, или лучше его уложить спать, потому что время позднее, и можно отметить Новый год и 1 января с утра. Вместе с родителями, да. А время 7.03, и мы уже начинаем врать, потому что сегодня мы будем поднимать ваше настроение, мы будем вместе с вами улыбаться, поэтому давайте, двигайтесь быстрее и ближе к телевизору, прибавляйте громкость. Причем двигайтесь в прямом смысле слова, потому что Светлана Рын, это наш фитнес-тренер, она уже стоит буквально за стенкой, приготовила гантели, коврик. В общем, делаем занятку. И яичницу. Всем привет, меня зовут Лана, и это рубрика «Двигайся». И у нас вопрос на повестке дня. Можно ли заниматься в тренажерном зале будущим мамам? Спрашивает Екатерина. Ну что тут можно сказать? Конечно, будущим мамам заниматься желательно было бы, но все зависит от вашего физического состояния и от вашего здоровья. Поэтому, будущая мама, перед тем, как начинать делать какие-то физические нагрузки, вам нужно обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом и со спортивным врачом. И обязательно нужно идти заниматься целенаправленно к тренеру. Ни в коем случае никакие тренировки не должны быть самостоятельными. Хотя бы в первое время. Приступим непосредственно к зарядке. Сегодня я буду делать не одна, со мной будет героиня. Это Аня Федорова, корреспондент канала «Саратов-24». Доброе утро, дорогие телезрители. Привет, Лана. Первое наше упражнение – это выпады на одной ноге. Для этого нам и вам нужно, чтобы у вас была какая-то поверхность. Можете там даже, чтобы это был стул или кровать, все что угодно. Для того, чтобы мы могли поставить одну ногу, вот таким вот образом ее расположить и эту ногу чуть вперед отставить. Смотрите, когда мы приседаем, и ты смотри, Ань, в том числе. Да, я смотри внимательно. Приседаем. Мы должны приседать таким образом, чтобы у нас вот здесь образовался угол 90 градусов. То есть ни в коем случае у нас не должно быть вот таких вот островов. Заваливаться нельзя. Заваливаться нельзя. Понятно. И нужно вставать и как бы отталкиваться ягодицкой. Поэтому давай, наверное, попробуешь, да? Я не уверена, дорогие телезрители, что у меня получится все с первого раза. Я думаю, что все получится. Я сделаю так, правильно? Да, ты делаешь так. И смотри, теперь нужно примерно прикинуть, что у тебя должен получиться угол 90 градусов. Старайся спину держать ровно, да, и приседать вниз. То есть не вперед заваливаться, а именно вот вниз. Так, ну почти. Ну почти. Смотри, следи за углом. Как же я могу следить за углом, если я слежу, чтобы у меня работала вот эта мышца, которую нельзя называть. Вот, как бы телевизор. Ты смотри, я буду держать твое колено, для того, чтобы оно не заходило. А ты, соответственно, следи за всеми остальными частями тела. Окей. Дорогие телезрители, это упражнение действительно, наверное, эффективное, потому что я чувствую свои мышцы. Ну еще разочек. Ну, у тебя почти правильно все получается. С первого раза. У кого прям вот сто процентов правильно все равно не получается. И теперь на другую ногу надо, да? И теперь на другую ногу, да. В первую очередь следим за коленом. Потом уже будем думать о наших ягодицах. Следим за тем все-таки, чтобы не травмироваться. Смотри. Чуть, чуть более, вот прям вот старайся вниз. Нет, нет, тебе еще ногу нужно вперед. Ой, как зайчик прыгает. На самом деле, вчера я была только на тренировке в спортзале. Давай, ты чуть ужись. Сегодня мне достаточно сложно делать упражнения, потому что мышцы мои еще болят. Готово. Это действительно тяжело. Нелегко. Таких парочку упражнений, в принципе, будет достаточно для вашего утра. Да. Все, я думаю, мы можем попрощаться с нашими телезрителем. Да, я думаю, можно пожелать нашим телезрителям клевого дня, чтобы была хорошая погода, хорошее настроение и бодрость. И заниматься спортом каждый день. Не забывайте об этом. Пока-пока. Движемся дальше, но теперь уже широко раскрытыми глазами. С полной физической утренней подготовкой. Надеемся, что вы проснулись и уже готовы вместе с нами обсуждать нашу сегодняшнюю тему. А звучит она именно так. Новый год детский праздник или нет? Как вы считаете, нужно ли укладывать детей спать? И нужно ли им говорить о том, что подарки принес Дед Мороз? Или все-таки можно рассказать о том, что это вы, его любимые родители, приобрели все это и подарили ему? И, возможно, ваш ребенок должен вместе с вами отмечать Новый год и встречать его, смотреть голубой огонь. На равных, да. Друзья, в ВКонтакте мы запустили опрос. Нужно ли разрешать детям не спать в новогоднюю ночь? В общем-то, звучит там точно так же, как поставленный вопрос Михаилом Венутиным минуты и ради. Поставленный вопрос, поставленный вопрос. Заходите к нам в группу, высказывайтесь на эту тему, мы будем очень рады. Все варианты зачтем в прямом эфире. Если будет над чем-то подискутировать, то обязательно этим займемся. Да, и также по поводу прямого эфира вы можете звонить нам в студию, вы можете писать нам смс-сообщение, участвуйте в диалоге, поддерживайте этот диалог, потому что мы хотим видеть, что вы уже проснулись, и вы действительно готовы с нами пообщаться и, возможно, поделиться, будет ли ваш ребенок отмечать вместе с вами Новый год, либо вы отправите его спать. Проведем такой трез знаний. Друзья, ну и, конечно же, сегодняшний гость – это психолог Сергей Саратовский. Он сегодня к нам придет, он не просто психолог, но еще и очень известный общественный деятель. Я думаю, что он нам подскажет, стоит ли детям вводом, стоит новогоднюю ночь, или все-таки лучше спать, ну или хотя бы не подскажет, может быть, у него есть свой собственный опыт. Как правильно. Который, да, о котором он сможет с нами поделиться. На очереди гороскоп, после которого мы вернемся, но еще активнее и начнем обсуждать тему эфира. Доброе утро. Я астропсихолог Мария Билат, и я помогу вам найти ответы на сложные вопросы жизни. Каждое утро я знакомлю вас с моим прогнозом на текущий день и отвечаю на ваши вопросы. Заходите на мой сайт, пишите мне, и для каждой ситуации найдется свое решение. А теперь о том, что ждет нас сегодня. Овен. Конфликтов удастся избежать тем, кто сумеет услышать мнение другой страны. Телец. Ваша пара будет мотивировать вас продолжать обучение и развиваться. Выбор за вами. Близнецы. Желание пообщаться по душам приведет вас к старым друзьям и знакомым. Рак. Расслабиться пока не получится, поэтому смело заканчивайте все начатое в оставшиеся дни этого года. Лев. Ваши творческие навыки получат реализацию в предпраздничной суматохе. Дева. Повышенная конфликтность может послужить причиной мелких ссор с коллегами. Весы. Ваши мысли будут прикованы к поиску решения в вопросах ваших отношений. Скорпион. Самое время записаться на новые курсы или тренинги и запланировать свое развитие на следующий год. Стрелец. Новшества и реформы станут вашей ключевой идеей в этот день. Козерог. Влюбленность даст вам почувствовать себя счастливым. Водолей. Поиски ответов на вопросы уходящего года могут подарить вам драгоценные минуты внутреннего диалога. Рыбы. Не теряйте интереса к окружающему миру и будите свое воображение. Дорогие зрители телеканала «Саратов-24», спасибо вам за письма, которые вы присылаете ко мне на почту. И, конечно, за все ваши вопросы. Дорогие зрители. Даже если у нас нет детей, нам нужно заставить... Что делать с детьми? Это очень такая глобальная задача на утро. Нам нужно заставить соседских детей ложиться спать в 6 часов вечера 31 декабря. А ваш ребенок спит? Алло, мы тут обсуждали. Главное, чтобы нас не прогнали. Да. Причем это очень корректная формулировка. Можно просто зайти в школу и там вообще... Друзья, Новый год, это детский праздник или нет, звоните нам в эфир, высказывайтесь на эту тему. И если ваш комментарий будет оригинальным, то вот это вот вкусное мыло ручной работы достанется именно вам. Так что не забывайте, что программа «Автопилот» полностью интерактивная, и мы безумно хотим с вами пообщаться. Полностью интерактивная и такая открытая для вас, потому что у нас масса подарков, которые мы разыгрываем каждое утро для вас. Просто проснитесь, просто позвоните нам, и вы обязательно получите эти подарки. Естественно, что на эту тему мы будем не одни, друзья, рассуждать. Общаться. Да, потому что мы с Михаилом, возможно, не совсем компетентны. А вот Сергей Саратовский, психолог и общественный деятель, который придет к нам после новостей, я думаю, что ему есть что нам с вами рассказать. Ну и, конечно же, пишите нам свои приветы, поздравления, признания в любви. Тем более, что Новый год практически он на носу, настроение уже новогоднее. Если вам хочется кого-то поздравить, сделайте это в прямом эфире программы «Автопилот». Михаил, а вы сегодня бесконечно улыбаетесь, я думаю, что случилось. Я задумываюсь постоянно о том, из кого вы вытягиваете эти признания в любви. Признайте нам в любви каждое утро. Ну и пишите нам по теме, просто признайте в любви. Пишите по теме, конечно, это все шуточки. Пишите, пишите ВКонтакте, да, звоните нам, будем с вами общаться, будем просыпаться вместе с вами. Надеемся, что вы уже попробовали мандарины и украсили елку, и готовы с нами подискутировать на тему праздник, Новый год. Детский он или нет? Слушай, ну твои дети, которые вокруг тебя находятся, может быть, племянники или соседи, спят на Новый год или все же бодрствуют? Я чаще заставлю их родителей ложиться спать и веселюсь с детьми. Ты считаешь, так безопаснее? Да, мне с детьми гораздо комфортнее. Слушай, ну на самом деле все мои племянники, у меня их много, они все бодрствуют. Мне кажется, что нужно давать выбор ребенку. Свобода действия. Да, если он хочет спать уже к 12 часам, пожалуйста, проводите его в спальню, почитайте сказку. Сопроводите его в спальню. Если же нет, то помогите ему, чтобы ему было весело, рассказывайте про Деда Мороза и так далее. Да, может быть, ваши дети до 12 часов ночи читают вам стихи, стоя на табуретке. Да, это отдельная тема. Тебя не заставляли в детстве? Расскажите стишок про елочку. Ты же вообще какой здоровый меня заставит. Я такой родился сразу. Слушай, тебе повезло. Друзья, небольшая реклама, и мы вернемся. О погоде на территории области. Во вторник, 29 декабря, в Саратове и Энгельсе пасмурно. Ветер северный 5,2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Днем температура воздуха составит минус 4, ночью до минус 8. Доброе утро, друзья. Спасибо, что вы встречаетесь это утро вместе с программой «Автопилот». Да, и вместе с нами, с Юлией Астаховой, с Михаилом Винусиным. Ты всегда и сам все расскажешь? Ты самостоятельный ведущий. Да, я такой. Да, и мы надеемся, что вы прогноз погоды учли и будете собираться на работу вместе с этим прогнозом погоды, и он вам действительно помог. Ну, вообще-то радует, что зима все-таки стучится к нам в окна, потому что Новый год, знаете ли, когда он солнечный, когда нет ни одной снежинки, это грусть и печаль. А сейчас... Ну, тут уже не просто не за горами, это уже просто вот винный волн, уже виднеется макушкой. В общем, друзья, с наступающим вас Новым годом. И, конечно же, хотим перейти к очень важной информации. Организация «Заоспас» нам представляет ценную информацию, которая действительно актуальна сейчас. И вообще обостряется эту тему в холода, потому что... Да, о тех животных, которые гуляют по улице, которые ищут своих друзей, прямо сейчас Юлю расскажут. Да, друзья, в добрые руки пристраивается девочка, зовут ее Бима. Она небольшого роста, как вы можете заметить, окрас белый, правая часть мордочки у нее рыжая. Бима очень ласковая, храняет территорию, где она находится, она послушная, она приучена к выгулу, кушает мало, так нам пишут волонтеры организации «Заоспас», и очень игривая. По невидному, что она там... Тут неизвестно, кто игривый, игривый то ли хозяин, то ли собака, понимаешь? В общем, друзья, если вас заинтересовала эта новость, звоните в организацию «Заоспас», номер вы прямо сейчас видите на экране. Я думаю, что волонтеры с удовольствием ответят на все ваши вопросы, расскажут все подробности, как и где забрать животное. И, возможно, да, отдадут вам бимочку, если вы пройдете строгий отбор, потому что оба кому-то там тоже ее не отдают. Ну, и сейчас новость дня. Русская служба новостей, радиостанция, предоставляет нам отличные новости, и прямо сейчас одна из них. Я думаю, вы уже готовы прочитать. Да, первая брачная ночь у кого-то сегодня. ЗАГСы начинают акцию «Не проспи брачную ночь». Предновогодняя акция стартует сегодня с 17.00 до, соответственно, нуля часов. Во дворце брак сочетания на Волжской. По задумке организаторов акция придется по душе... О, Господи, все как сложно с этими ЗАГСами. Приверженцам чудес и нестандартных решений. Им предлагают прыгнуть в последний вагон и узаконить отношения в преддверии Нового года. Сегодня с 17.00 до 12.00 часов, с 17.00 до 0.00 часов вы можете успеть. Стартует брачная ночь. Друзья, конечно, сегодня в буквальном смысле брачная ночь, в смысле того, что вы можете зарегистрировать свой брак нетрадиционно днем или утром. А все это будет ночью, вот так необычно. Ночная невеста и ночной жених. Нетрадиционно днем. Михаил, вы так тонко подмечаете некоторые моменты, обратите на это свое приставное внимание. А тема сегодняшнего дня, сразу уйдем от этих наших шуточек, тема сегодняшнего дня, Новый год, детский праздник или нет. Как вы считаете, нужно ли укладывать ребенка спать до 12 часов или можно оставить его вместе со взрослыми, с вашими гостями за столом, чтобы он также на полных правах встречал Новый год, сидел под елкой, ждал, когда Путин скажет. И запоминал эти слова. Ну и конечно, друзья, эта тема включает свой несомненный такой вопрос, как стоит ли поддерживать веру в Деда Мороза у ребенка на протяжении долгих лет. Или же стоит ему прям так честно и откровенно сказать, что подарки тебе дарят твои любящие родители. Вот как вы считаете, высказывайтесь, пожалуйста, в нашей программе Автопилот, для этого очень много способов. На самом деле, да, интересно послушать ваше мнение, потому что к нам сегодня придет специальный гость, человек, который разбирается в этом, который сможет, возможно, нам дать какие-то советы. И хотелось бы уже на примере ваших конкретных комментариев по этому поводу с ним что-то это обсудить, да, эту тему. Как вы считаете, правильно это или нет, возможно, нужно прямо сказать, как сказала Юля, о том, что Деда Мороза не существует и нужно ли укладывать ребенка спать. А Юля не сказала, что Деда Мороза не существует. Не перевирайте, пожалуйста, мои слова. Юля думает, что он есть. Юля думает, что он есть. И правильно, мне кажется, думает. Для ваших комментариев есть группа ВКонтакте, есть номер прямого эфира и, конечно же, друзья, наш смс-портал. Поэтому обратите внимание на все эти три способа связи и пишите нам в программу Автопилот. Да, звоните, также вы можете звонить нам по прямому номеру, мы обязательно с вами поговорим. Это прямой эфир, и вы выйдете к нам сюда в студию и расскажете свое мнение о том, как же правильно поступить по-вашему. И, возможно, просто поделитесь своим опытом, и это тоже очень важно для нас, очень приятно. Предновогодняя фара диктует нам следующее правило. Мы обязательно готовим какие-то очень классные подарки и дарим их любимым и родным. Ну вот, друзья, один прекрасный способ, чтобы сильно не потратиться, но удивить своих родных и близких. Рубрика Хэндмейд для вас. Доброе утро, дорогие друзья. В эфире рубрика Хэндмейд. Рядом со мной сидит декоратор Ирина Иванова. Доброе утро. И сегодня мы будем делать украшения, которые понадобятся вам не только в канун Нового года, но и после Нового года. И вообще в тени года он будет украшать ваш дом. Расскажи, пожалуйста, Ира, что мы сейчас будем делать? Мы сегодня будем делать вот такие елочные игрушки. Это шарики, декорированные различными цветочками, стразиками. До этого нам понадобятся, в общем-то, сами шарики. Нам понадобится дизайнерская бумага. Так как шарики у нас бронзовые, я выбрала два цвета. Это золотая с таким эффектом, немного старина. И белая с жемчужным напылением. Также нам понадобится клеевой пистолет, клей, естественно. И разные бусинки, стразинки, штучки, которыми мы все это будем декорировать. Также нам понадобятся еще дыроколы фигурные, которыми мы будем вырезать, в общем-то, все вот эти замечательные штучки. Я сейчас покажу вам в камеру. Значит, здесь вот у нас дырокол в форме сердечка, а здесь у нас какие-то снежинки. Да, это цветочек такой. Еще есть вот такой цветочек поменьше, есть бабочка и есть такие маленькие-маленькие медвежата. Отлично. Берем бумагу и делаем проверки. Так, я могу тебе помочь? Да. Отлично. Тогда я возьму сердечко, оно среднего размера, потому что сразу же не рискну делать большие. Они вылетают сами собой, как волшебные новогодние подарки. Самое главное было время остановиться, потому что этим хочется заниматься весь день. Ну, там вот так нам хватит. Все, отлично. В общем-то, теперь мы делаем что? Мы берем и налепляем вот эти сердечки наши замечательные. На клеевой пистолет. Да, на клеевой пистолет, на наш шарик. Ну, можно вот так вот по кругу, например, начать. В общем-то, на небольшую совсем капельку. То есть клеевой пистолет нам расплавляет клей до нужной температуры. Да, да. И таким образом он становится тепленьким и его наносить в городу удобнее. Даже становится горяченьким, я бы сказала. Вот, можно дополнить вот таким вот маленьким-беленьким цветочком. Давай попробуем. Готовую уже вырезать. Вот, вот это как раз те самые снежинки, которые получаются вот из вот этих статей. Если их вот так согнуть, то они получатся объемные. Угу. Мы потратили всего 5 минут, а у нас шарик уже практически заполнен цветочками, сердечками и объемными снежинками. То есть для того, чтобы сделать такую красоту, вам совершенно не потребуется много времени. Так, по-моему, сейчас будет самое последнее. Все, да, вот это последнее будет. Мы закончили с бусинками, а теперь мы сейчас уже в процессе творческих мыслей решим, чем бы нам украсить более уже маленькие фигуры. Да. Бусинки у нас достаточно большие для этого. У нас есть вот такие стразинки на клеевой основе. Можно вот на эти вот беленькие цветочки, да, как раз? Да. Можно плюс еще приподнять клеевки, чтобы у нас беленькие цветочки тоже были по объему. Угу. То есть самое главное, это не следовать какому-то определенному принципу, включать фантазию, включать свое мышление творческое и делать. Здесь, на самом деле, большой простор для фантазии, потому что у Дракова такие есть самых разных форм. Есть и формы снежинок, разных-разных цветочков, зверушек, листочков. Ну, я так понимаю, что вот для того, чтобы мы могли приподнять лепесточки, придать какую-то форму более объемную, нам нужно клеить в серединку. Да. То есть нам нужно выдавливать точечку именно в серединку, чтобы по бокам у нас оставалось место уже для творчества. Мы украсили последний цветочек, у нас получилась вот такая вот красота, которую мы сделали не больше, чем за 10 минут. Самое главное, что мы пожелаем нашим телезрителям? Творческих успехов дать в новом году. И не бойтесь экспериментировать. Слушай, ну тут не поспоришь, подарок, сделанный своими руками, это наиболее ценно и очень мило. Что сделал ты своими руками? Слушай, я вообще не тот человек, я вот видите, как я, руки не из твоего места, я лучше пойду и куплю. Но я знаю, что ты очень классно делаешь игрушки, мишки. А знаешь почему? Потому что я тебе рассказала. Да, у меня собственное производство, игрушки, небольшая игрушка. Слушай, ну за эфиром Михаил действительно поделился со мной, что он однажды делал для своих родственников мягкую игрушку. Для бабушки. Я делал маленького медведя, не знаю, откуда мне пришло это умение, но мама, наверное, объяснила, что как нужно сделать. И ты соротил. Да, и у бабушки до сих пор стоит, я не знаю, сколько мне было лет, наверное, лет шесть. То есть там взрослый медведь уже живет у бабушки. Слушайте, ну возьмите на заметку, да можно, например, сделать мягкую игрушку, подарить ее бабушке, маме или соседям в конце концов. Соседям те, которые кладут свои игрушки. Соседям мы безумно рады. Друзья, обратите, пожалуйста, внимание на экран, потому что пришло время напомнить о том, кто придет к нам сегодня в гости. Это общественный деятель, психолог Сергей Саратовский. Мы, естественно, будем сегодня с ним говорить на тему, которую заявили в начале программы. Да, Новый год, детский праздник или нет, и стоит ли укладывать детей до 12 часов, до, собственно, наступления самого главного праздника, самого ожидаемого праздника. Или они должны остаться вместе с вами за праздничным столом, за взрослым, так называемым, столом. И еще один момент. Стоит ли говорить детям о том, что Дед Мороз существует, или стоит прямо сказать, что эти подарки купили мы, твои любимые родители, и поэтому нет никакого Деда Мороза. Ну, тема действительно щекотливая, и именно поэтому к нам в гости придет психолог, который поможет нам на эти вопросы ответить правильно. Потому что перед любым родителем, рано или поздно, этот вопрос встает очень остро, не хочется дурить своего ребенка, но в то же время хочется продолжать, хочется сделать так, чтобы он верил в сказку как можно дольше. Да, ну и в любом случае мы ждем от вас ваших комментариев, потому что мы с Юлей не являемся родителями, мы не можем, наверное, даже со своей стороны, да, как-то... Как будущие родители будем рассуждать. Да, и мы хотим послушать ваше мнение, почитать ваши комментарии по этому поводу, как вы поступаете, и как вы считаете, может быть, вы тоже, как и мы, не являетесь родителем, но у вас есть четкое убеждение, четкое мнение по этому поводу, что когда мой ребенок достигнет трехлетнего возраста, я ему так и скажу. Вот такой ребенок... Мороз существует. Да, вот такому ребяту скажу, нету никакого Деда Мороза. Друзья, реклама, а потом снова встретимся здесь, в студии утреннего шоу Автопилота. Возьми за правило квартал, а не квартал. Слово произошло от латинского кварта, то есть четверть. Программа Автопилот продолжается. И, друзья, на очереди интересная информация. Узнаем, какая ситуация сейчас на дорогах, где пробки, а где, в общем-то, абсолютно спокойно, свободно и можно ехать за подарками. Михаил, ждем от вас вестей. Где пробки, где не пробки. Три балла уже. Время половины восьмого, а уже три балла. Поэтому запасайтесь терпением, смотрите, что же прямо сейчас мы вам покажем и расскажем. В центре пока все свободно, можно ехать без каких-либо затруднений. Единственный момент, вот при вокзальной площади в сторону Московской, по Московской, в сторону Рахова, есть уже затруднения. Наверное, все студенты едут на учебу и прямо сейчас встали в пробках на своих личных авто. В принципе, нет затруднений действительно в центре. Средняя скорость по центру 30 км в час, поэтому нормально. Можно ехать, все хорошо, вы обязательно успеете на работу. Если рассматривать направление со стороны заводского района в сторону центра, по Чернышевскому также без затруднений. Все едет, все хорошо. Площадь Орджоникидзе также двигается с превеликим удовольствием. На Латараканское шоссе тоже все зеленое, поэтому никаких проблем, никаких затруднительных моментов, ничего нет. Также ДТП никаких, слава богу, нам ничего не показывает наша карта. Со стороны Усть-Курдюмского шоссе, если двигаться в сторону Юбилейного, тоже затруднений нет. Есть в Юбилейном небольшая пробочка, но я думаю, что ее даже назвать как таковой нельзя пробкой. Просто немного желтого цвета, чуть-чуть вам придется помедленнее ехать, без каких-либо критических остановок. Также вдоль аэропорта, по улице Танкистов, все зеленое, все нормально. Со стороны Ленинского района при движении в центр есть уже затруднения. По 50 лет октября, естественно, на пересечении с улицы Тракторной, перед светофором идет у нас красная линия, уже люди встали там в пробку. И как в сторону центра, так в сторону Ленинского района все простаивает. Если брать проспект Строителей, то на кольце с пересечением проспекта Строителей и улицы Шахурдина есть также небольшое затруднение. Но оно там всегда, я думаю, что те люди, которые там постоянно ездят, они об этом прекрасно знают. Также на Ипподромной есть некие затруднения в сторону Третьей дачной. Поэтому просто запаситесь лишними 15 минутами, и вы обязательно успеете. Ну а что же ждет нас дальше, нам расскажет Юлия Астрахова. Слушайте, ну на дорогах весьма приятная ситуация, расстраиваться не будем. Три балла это супер, главное, чтобы ситуация не поменялась в худшую сторону, только в худшую. А что касается погоды, то сначала напомню про дату. Сегодня 29 декабря, вторник, и в Саратове и Энгельсе сегодня ожидается облачная погода. Осадков синоптики не предвещают, есть на одном метеопортале информация о том, что осадки могут быть, но они незначительные. Так что, друзья, не расстраиваемся особо, никаких дождей не ожидается. Плохо, что снег к нам пока не идет, но и его в ближайшее время прогнозируют. Ветер северный, 4 метра в секунду. Температура воздуха составит минус 5 градусов днем и минус 6 градусов ночью. То есть, ну не жарко, стоит одеваться немножко потеплее, чтобы не заболеть. Снег ждут все, потому что хочется на Новый год какой-то такой новогодней сказки классической, потому что представление о снежной зиме, о новом году, оно именно такое. Ну, знаете, все любят, когда новогодние праздники, то есть долгие каникулы, покататься на санках, покататься, ой, простите, все уронило, на лыжах и так далее. Покататься на санках, покатать своих детей на санках. И, кстати, я больше горнолыжник или сноубордить? Я больше на санях, да, на санях люблю кататься за тройкой лошадей вместе с Дедом Морозом. Тройка-тройка лошадей вспомнились на песне, не напрасно, сейчас будем танцевать. Там, где я был, так долго не было свет, я остался один на чужих берегах. Моё солнце не здесь, оно просто прячется от деда. Но каждый новый мой шаг будет шагом в его лучах. Забери меня, забери, забери меня с собой. В моём сердце так много любви, реши мне быть рядом с тобой, мама-е. Забери меня, забери, забери меня, мама-е. Под небом другим остывать будут только наши слюды. От девя сна за снегами легко скользило ко мне. Ситыми косами древних ветров становились мечты о тебе. В моей памяти снег, в моём сердце память о птицах. Что останется нам, кроме капель воды на ресницах. Забери меня, забери, забери меня с собой. В моём сердце так много любви, реши мне быть рядом с тобой, мама-е. Забери меня, забери, забери меня, мама-е. Под небом другим остывать будут только наши слюды. Я наблюдаю под облаками душные сумерки. Что будет дальше, точно не знаю, я вспоминаю лишь твои руки. Ты далеко, ты так далеко, мне звать тебя не с руки. Я так давно сам себя забываю, но всё-таки, всё-таки. Забери меня, забери, забери меня с собой. В моём сердце так много любви, реши мне быть рядом с тобой, мама-е. Забери меня, забери, забери меня, мама-е. Под небом другим остывать будут только наши слюды. КОНЕЦ Субтитры делал DimaTorzok Двойне плюс, друзья. Да, красивый такой клип, яркий, мне кажется, что прямо от него его смотришь и ух, как ты с лимоном. Слепит глаза. Ты после лимона просыпаешься, а люди после клипа. Друзья, сегодня отличная тема эфира. Мы сегодня рассуждаем на тему того, Новый год детский праздник или нет. Стоит ли верить в Дедушку Мороза или ребенку стоит откровенно сказать, что, увы или ах, родители дарят подарки любимые своим детям. Да, как объяснить ребенку и нужно ли объяснять ребенку, что Деда Мороза не существует, а есть родители, которые, собственно говоря, исполняют его желания. И как вы считаете, правильно ли укладывать ребенка до Нового года, до встречи, собственно говоря, тех самых заветных 12 часов ночи? Либо можно оставить его за общим столом вместе со взрослыми, чтобы он сидел полноценный взрослый маленький человек. Ну или дать ему возможность решить самому, ложиться ему спать или нет. Может быть, у вас есть демократия. Верить ему в Деда Мороза или нет. Да, вот демократия на самом деле. Он сегодня верит, завтра нет. Гроба ВКонтакте, также СМС-портал и номер прямого эфира. Будем активно зачитывать ваши сообщения. Но после очень классной рубрики, которая называется «Стильные люди», как всегда, Алина Ковалева рассказывает нам о модных трендах 2015-2016 сезона «Осень-зима». «Осень-зима», я хотела сказать. В общем, друзья, внимание на экран. Доброе утро, дорогие телезрители. С вами стилист Алина Ковалева. И мы начали новую рубрику, которая, я надеюсь, поможет сделать ваш гардероб интереснее и богаче. Давайте приступим. Представить себе более удобную вещь зимой, чем похожий на огромное дутое одеяло пуховик, практически невозможно. Такое убивает сразу трех зайцев. Хозяйке тепло, все внимание на него, защитники животных довольны. Пуховик – первая ласточка, наваливающаяся лавину к будущему весенне-летнему сезону моды на 90-е. Сегодня наступает очередной бум на дутые жакеты. Среди звезд главная поклонница пуховиков, безусловно, Риана. Именно с ее провокационной манерой носить безразмерные дутые пальто, всем модницам в этом сезоне нужно брать пример. В текущем сезоне пуховик должен быть или длинным, или объемным, или все вместе сразу. Носить его можно как роскошное меховое пальто с шелковыми платьями и каблуками. Валенкоподобные обувь, к сожалению, стоит оставить для прогулок с собакой или вылазок на природу. Высоким девушкам показаны пуховики длиной ниже колена, а миниатюрным больше подойдут короткие дутые бушлаты. Дизайнеры предлагают роскошные варианты длинных пуховиков от неоновых кислотных расцветок до классического черного. Выбирайте свой. Почему таких пуховиков не делают для мужчин? Я бы тоже такой... Как не делают? Есть такие? Да, ты просто не следишь за модой. Надо Алину Ковалеву спросить, где можно найти. Это очень удобно, и тем более, что можно, знаете ли, вдвоем ходить в этом пуховике. Сегодня утром... Очень весело и очень эффектно. Утром, когда сюда проходили мимо женщин, в пухахах, я не понимал, что происходит. На самом деле, мода, она, конечно, иногда очень сильно удивляет, но правду сказала Алина о том, что защитники животных, они спокойны, хозяйки, тепло по-настоящему. Да и мы сейчас только что выяснили, что можно носить его не только самому, но еще и с друзьями. Загрузил друзья и пошел. Мы выяснили. Юля вам советовала из личного опыта, они просто по четыре человека вместе с коллегами ходят. Я из-за практичной подарки. Кстати, ты уже всем приобрел подарки? Я вот думаю теперь про пуховик. Да, я вчера, у меня было свободное время немного, да, я собрал всем подарки. Сегодня должна какая-то часть этих подарков доприходить, там пришлось кое-что заказать для маленьких детей. Все, сегодня все будет, и не знаю, когда все это делается, но, наверное, уже после 31 декабря, потому что 31, к сожалению, не получится. Поздравить. Счастливый вы человек, Михаил, уже готовый на 100%. Лично у меня еще, как говорится, конь не валялся, поэтому, друзья, если у вас есть какие-то ценные идеи, что подарить родственникам, а также друзьям на Новый год, пишите нам, пожалуйста, ВКонтакте, а также на СМС-портал или звоните в прямой эфир. Ну, а если у вас конь не валялся, как у Юли, то подарите коня, ну, если есть конь, то... Ну, иногда это, знаете ли, цена зашкаливает, не все могут потянуть коня, но мы с тобой можем себе позволить рекламу, друзья, до встречи через пару минут. С первым круглосуточным телеканалом «Саратов-24» скучать не приходится. В нашем эфире все самое интересное. Через два часа после утреннего шоу «Автопилот» в 11 утра сериал «Здравствуй, мама». Несколько лет назад Анна уехала на заработки в Италию. И вот однажды она решила навестить любимую семью, трех детей и мужа. Но оказалось, что девушку уже давно никто не ждет. Анна кардинально меняет свою жизнь и переезжает в деревню, чтобы работать учительницей. Но впереди ее ждет еще не один сюрприз. Возьми за правило маркетинг, а не маркетинг. Слово пришло из английского языка и означает торговлю, продажу или сбыт. Ситуация, друзья, на дорогах меняется ежесекундно. Но мы держим руку на пульсе и стараемся вас информировать о пробках, о том, куда стоит ехать, а куда лучше не соваться. Миш, вам слово. Откуда стоит ехать, а откуда не соваться? Пока у нас ситуация не изменилась, так же три балла, как и было чуть ранее. Поэтому, в принципе, ничего кардинального у нас не поменялось. Также стоит у нас от проспекта строителей до Шахурдина небольшой отрезок, прямо на кольце. То, о чем мы и говорили, собственно. Поэтому там все стабильно, стабильно в этом месте простаивает. На улице Тракторной, на пересечении с проспектом 50 лет Октября. Также есть небольшие затруднения у светофора. Но надеюсь, что вы пролетите там достаточно активно. Можно объезжать по Скаловой улице. В принципе, показывает, что все зеленое. Ищите пути объезда. Со стороны Усть-Курдюмского шоссе, в сторону Юбилейного, ничего у нас не изменилось. Никакая, да, немного стало зеленее в Юбилейном. Поэтому без затруднений можете там проехать. В сторону улицы аэропорта. В сторону улицы, да, в сторону улицы аэропорта и в сторону самого, собственно говоря, аэропорта. Также спуститься в сторону центра можно без проблем и через Затон, и по основным магистралям, которые нас туда ведут. На предмостовой площади есть небольшие затруднения и в ту, и в другую сторону. Просто затруднения по скорости, но не больше. В сторону Энгельса, если мы посмотрим по мосту, мост зеленый и в ту, и в другую сторону. Лесозаводская улица двигается. Пока все хорошо. Те люди, которые планировали поехать на пляж, туда могут ехать. Все зеленого цвета. По Чернышевскому, возвращаемся в Саратов. По Чернышевскому и в сторону центра, и из центра нет затруднений. Все, в принципе, едет хорошо, но с небольшими скоростями. На площади Арджиникидзе, на улице Арджиникидзе есть также небольшие затруднения. Поэтому готовьтесь, с энтузиастов, на съезд на Арджиникидзе уже начинает простаивать. Если брать улицу Новоастраханское шоссе, то, в принципе, в сторону центра также вы можете доехать без затруднений. Ничего вас не должно пугать, потому что пробки пока еще 3 балла. Ну, а вместе с вами мы будем следить за изменением дорожных ситуаций. Михаил сказал, что местами зазеленело. Друзья, если вы подумали, что весна пришла к нам в город. Нет, все-таки такой устойчивый минус, он присутствует в нашем городе. Итак, минус 5 градусов сейчас. На градусники продержится эта температура до вечера. И ночью ожидается минус 8. То есть такие серьезные зимние морозы. Осадков синоптики не предвещают. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Вот такая погода ожидает нас сегодня, друзья. А самое главное, одевайтесь потеплее, потому что не хочется заболеть в преддверии праздников. Хочется отпраздновать Новый год на 5 с плюсом. А не валяться в кровати с перемотанным горлом, да еще и давиться различными горькими лекарствами. Фу, какая гадость. Давайте будем здоровы, да, в преддверии этих замечательных праздников. Ну и есть у нас интересная информация специально для вас. Чтобы снова вернуть нас в детство, Билайн создал специальный портал, куда любой желающий может выложить свои детские фотографии. Называется он «Зайчики против снежинок» по названиям главных детских новогодних костюмов. Ведь именно их так любили шить нам наши мамы и бабушки. Зайти на сайт может любой желающий по адресу zpsbiline.ru. Далее вам нужно будет загрузить свою детскую фотографию, и вы автоматически будете участвовать в голосовании. Для этого поделитесь фотографией в социальных сетях. Вас ждет множество фотографий других пользователей. За понравившуюся вы можете отдать свой голос. Фотография, которая наберет больше всего голосов за сутки, сделает своего обладателя зайчиком дня или снежинкой дня. Утреннее шоу «Автопилот» решило не отставать и поддержать такую добрую инициативу игрой «Угадай звезду на елке». Я надеюсь, что мы вместе с вами в нее поиграем. Чтобы выиграть вот такой вот прекрасный шарф, который сейчас вы увидите на мне. Попозже я его обязательно одену на себя. Надену. И сейчас, да, этот шарф мы обязательно кому-то сегодня отдадим. Вам нужно угадать, чью детскую фотографию в новогоднем костюме мы показываем на экране. Это знаменитость, которую вы прекрасно знаете. Вам нужно отправить смс с правильным ответом на наш номер 8906-302-24-24. Пятый правильно ответивший абонент получит новогодний подарок от Билайда. Ну и пришло время узнать, да, что за личность, очень известно, мы сегодня зашифровали. Друзья, фотография прямо в эту секунду появляется на экране. И вот какая информация вам в помощь. Настоящее имя этой девушки – Александра Корченова. Правда, уже в 16 лет она сменила ее на более экзотическую. Свою творческую деятельность она начала с участия в ансамбле «Безумные светлячки». Вскоре наша героиня получила предложение от известного телеканала музыкального стать телеведущей одной из развлекательных программ. А затем ушла на телеканал ТВ-6. Начиная с 1998 года девушка вела такие программы, как «На ночь глядя», всем нам вполне себе известную, на Муз-ТВ «Дрема», на ТВ-6 «Культиватор», на ТВ-центр и вела программу «Шоу-бизнес», на СТС, друзья, вела еще одну очень известную программу. В 2005 году эта персона стала ведущей своего авторского вечернего шоу, я думаю, что сейчас многим становится понятно, с очень откровенным содержанием. Все пять лет существования шоу вплоть до 2009 года были отмечены высокими рейтингами и повышенным интересом у аудитории. Личной визитной карточкой девушкой стали выдающиеся внешние данные, неповторимый талант, кокетливые манеры разговора. Мы думаем, что вы догадались. Может быть, кто-то уже догадался, и если вы догадались, то присылайте нам свои варианты ответа. Сейчас вы увидели на экранах девушку, которая является известной телеведущей. Кто же был на фото? Все, что нам нужно, чтобы вы правильно назвали фамилию и имя этой знаменитой девушки. Присылайте нам смс с правильным ответом на номер 8906-302-2424, и в конце программы мы подведем итоги и озвучим последние четыре цифры номера победителя. Именно он получит ценные теплые подарки от Beeline. Да, мы напоминаем, что вот этот вот шарфик мы обязательно отдадим победителю. Почему ты все время меряешь шарф? Я только хочу его примерить. Да, пожалуйста, ходите в нем. Он очень теплый и уютный, друзья. За него стоит действительно побороться. Всего-то нужно прислать смс с правильным ответом. Да, ну а мы напоминаем, что игра продлится до 30 декабря, так что не пропустите, вы еще можете стать обладателем такого замечательного шарфа от нашего партнера Beeline. И, кстати, не забудьте поздравить своих близких и передать им частичку новогоднего тепла в этой новогодней сказке. В линейке тарифов все, безлимитные и бесплатные звонки в сети Beeline, даже в роуминге. Помните об этом, вы можете позвонить куда угодно для того, чтобы поздравить своих родных. Не только куда угодно, есть классное место, это программа Автопилот. Друзья, обязательно пишите нам поздравления, пишите нам признания в любви. Михаилу не нравится эта формулировка, он говорит, зачем нам признаваться в любви? На самом деле не нам, конечно же, а вашим любимым, родным и близким. А также звоните в прямой эфир для того, чтобы просто передать привет и пообщаться на тему сегодняшнего эфира. Новый год – детский праздник или нет? На эту тему мы сегодня разговариваем. Да, тема достаточно обширная и глубока. И для этого сегодня к нам в студию придет гость, который постарается помочь нам разобраться во всех витьеватостях этих ситуаций, которые у нас и у родителей происходят с детьми. И стоит ли класть ребенка спать до 12 часов, до наступления той самой заветной ночи, того самого заветного момента, собственно говоря, Нового года, встречи Нового года, или можно оставить его за столом с родителями, с гостями этого вечера, чтобы он как полноправный участник семьи, как полноправный, один из хозяев этого дома оставался за столом. И второй момент, также немаловажный – стоит ли говорить ребенку о том, что не существует Дедушки Мороза, что подарки приобрели вы его родители. Да, Юля, за то, что не стоит говорить. Я пока не знаю. Да, мнения разделились, рассудите нас, друзья, пишите к нам в программу «Автопилот». На очереди анекдот от диджеев радиостанции «Юмор.ФМ» Паши Рыженковой и Наташи Ростовой. Внимание на экран. Доброе утро, друзья! С вами сегодня ведущий радиостанции «Юмор.ФМ» Павел Рыженков и я, Наташа Ростова. Если вы хотите, чтобы жизнь вам улыбнулась, то подарите ей для начала хорошее настроение. Именно этим сейчас и займемся. Осень, капли дождя печально стучали в окно. Ветер завывал, словно печальный волк. Казалось, это само небо плачет, как малое дитя. В такую погоду так хочется завернуться в плен. Петрович, по-моему, ты как-то не так пишешь объяснительную по поводу опоздания на работу. Хорошего вам дня и прекрасного настроения. И мы до встречи на 106.ФМ. Надеюсь, что вы посмеялись над этим анекдотом и будете следить за этой рубрикой, так же, как за программой «Автопилот», потому что эта рубрика каждый день с нами, каждый день поднимает ваше настроение. С удовольствием напомним имя гостя, который придет к нам уже совсем скоро после выпуска новостей. Зовут его Сергей Саратовский. Это очень известный общественный деятель. И что самое важное для нас сегодня, это то, что этот человек психолог и поможет нам действительно разобраться в тонкостях нашей сегодняшней темы. Рассудить нас, как же поступить, как же поступить вам, родителям, которые прямо сейчас думают о том, что как же, как же, как же уложить ребенка спать или оставить его за столом. Дело в том, друзья, что действительно очень сложный вопрос и очень много родителей рассуждают на тему, стоит ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует или продолжать растягивать, так скажем, на протяжении очень долгих лет вот эту вот веру в волшебство. Ну, что да, что сам ли он должен принять решение и понять, что да, что Деда Мороза не существует, что это родители делали эти подарки, приобретали эти подарки. Или пусть верят, как Юля в свои-то лет, в то, что Деда Мороза действительно существует. Тема, на самом деле, непростая, хоть она и кажется такой какой-то легкой и веселой, но я думаю, что психолог наш Сергей Саратовский обязательно пояснит нам, расставит все точки, и мы сможем определиться. Если у вас есть вопросы к психологу, тогда фиксируйте все на нашем СМС-портале, группе ВКонтакте и, конечно же, звоните в прямой эфир. Мы все ваши вопросы обещаем передать, но если вы нам по какой-то причине вдруг не доверяете, тогда звоните сами и задавайте свой вопрос самостоятельно. На очереди выпуск новостей, ну а далее гость в студии, ну и, конечно же, активное рассуждение на тему сегодняшней программы. Смотрите все самое интересное на Саратов-24. Например, в 13 часов экранизация комедии Александра Островского «Бешеные деньги». Эта история рассказывает о молодом провинциале, который мечтает выгодно жениться. Больше всего его интересует хорошее происхождение невесты. И такая невеста находится. Она немного взбалмошна и капризна. Ее семья не может похвастаться большим состоянием. Но молодого человека все устраивает. Правда, сама девушка холодна к нему и не дает согласия на брак, так как мечтает о гораздо более состоятельном ухажере. Но так ли уж верны ее расчеты, смотрите в час дня на канале Саратов-24. Друзья, снова доброе утро. Мы рады вас приветствовать. Это утреннее шоу «Автопилот». Продолжаем просыпаться вместе. Да, ну и мы приветствуем всех тех, кто только проснулся. Минутами ранее, до выпуска новостей, мы запустили игру «Угадай звезду на елке». Мы показывали вам детскую фотографию знаменитого человека и предлагали угадать, кто же на ней изображен. Обещали пятому, кто напишет нам правильный ответ на смс-портал, подарить теплый шарфик от «Билайна». Да, Юля хочет в нем ходить. Да, и есть у нас уже победитель. Телефон этого человека заканчивается на 4482. Мы вам обязательно перезвоним и расскажем, каким же образом вам нужно забрать наш шарф. Друзья, это была Анфиса Чехова. Вы абсолютно правильно ответили. Да, и сейчас вы видите ее на экранах. Мы вас поздравляем. Опять же, сразу после нашего шоу редактор с вами свяжется и расскажет, каким же образом все это можно будет забрать. Завтра будет новая игра. Детская фотография знаменитого человека, которого мы загадаем с помощью наших подсказок. Вы сможете понять, кто именно изображен на фото и получить вот этот стильный шарфик от «Билайна». Сегодня кому же мы отдадим, мне интересно, где этот человек уже... Имя не подписались, но 4 цифры мы знаем, поэтому сможем связаться с абонентом. Где мерзнет он, ходит без шарфика. Сегодня в утреннем шоу «Автопилот» мы разыгрывали тот самый стильный шарф от нашего партнера «Билайна». Напомним, что до 30 декабря у нас в эфире проходит игра «Угадай звезду на елке». Мы показываем вам детскую фотографию звезды на новогоднем утреннике и предлагаем угадать эту персону. Пятому, приславшему правильный ответ, вручаем подарок от «Билайн». Завтра снова будет розыгрыш теплых призов от нашего партнера. Не пропустите. А еще самое главное, не забывайте, что у вас есть шанс стать лучшим зайчиком или снежинкой дня. Вы можете присылать свои детские фото в новогодних костюмах на специальный портал «Зайчики против снежинок» от «Билайн». Напоминаем вам адрес портала zpsbiline.ru. И, например, сегодня... Совсем да, скоро будет для вас сюрприз, но об этом чуть-чуть позднее, друзья. Чуть не рассказал я, да. Это тайна, это маленький тайна. Чуть не рассказал секрет. Сейчас переходим к теме нашей сегодняшней программы. Мы говорим сегодня о том, Новый год – детский праздник или все же взрослый. Да, такой вопрос. Сладывать ребенка в 12 часов ночи спать или дать ему право выбора? Стоит ему отмечать вместе со взрослыми Новый год или же нет? Мы с Михаилом обещали вам гостя в студии, обещали и, в общем-то, выполняем с превеликим удовольствием. На студии сегодня Сергей Саратовский. Друзья – это общественный деятель, а также психолог. Доброе утро. Доброе утро. Рассказывайте, как дался вам ранний подъем? Или вы ранняя пташка утром всегда ставите рано? Я соба. Остаю недостаточно поздно часов в 9 утра, но сегодня ради того, чтобы прийти. Эту передачу поприветствовать вас, наших замечательных гостей. Я встал пораньше и вот из Энгельса уже доехал. Ну и вопрос такой, назовешься, зарядку делаете? Зарядку делаю. Она такая у вас длинная и серьезная? Или так достаточно? Или это просто проходка от спальни до ванной? Когда-как, но тем не менее, она тесно связана со спортзалом, который я посещаю. Утром? Нет. Я думала, вот это, да, вот это слово пошли. Девять раз в неделю сказали, что в девять утра только происходит. Какое утро? Девять утра – это тоже, знаете ли, утро. Если мы рано с вами встаем, так это не значит ничего. Сергей, скажите, пожалуйста, мы сегодня рассуждаем на очень важную тему. Новый год. Все-таки детский праздник или нет? Тема очень широкая, и предлагаю начать это рассуждение именно с того же, допустим, веру в Деда Мороза. То есть стоит ребенку говорить о том, что это твои любимые родители дарят тебе подарки, или лучше поддерживать веру в сказку на протяжении других детей? И если поддерживать, то до скольки лет, да, стоит ее поддерживать? Ну, праздник, несомненно, детский, поскольку мы к этому празднику активно привлекаем детей. Отсюда можно сделать вывод, что праздник детский. И проносим через всю жизнь память об этом празднике, конечно же, из детства. Говорить о том, что Деда Мороз существует, наверное, в раннем возрасте все-таки нужно. Со временем ребенок сам расставляет приоритеты, что ему важнее, верить в Деда Мороза и чудеса. Либо уже понимать по-взрослому этот праздник. Но, наверное, лишать сказки, лишать чуда его не стоит. А подарок – это неотъемлемая часть праздника? Вот заваливать ребенка шоколадками, так, чтобы прям аллергия на следующий день, знаете, но зато мешки с конфетами их дарить вот 100% нужно. Или можно без подарка, можно… Где-то грань, где-то грань, чтобы не переборщить с подарками, но оставить радостным ребенка и радостными воспоминаниями именно об этом событии. Для ребенка очень важно творчество. И если ребенок активно привлекается к творческому процессу, подготовке к Новому году, встрече зимних волшебников, соответственно, подготовке и подарков для своих близких, то, конечно же, с подарками вы не переберете, потому что ребенок будет ощущать сопричастность к этому празднику. То есть переборщить с подарками невозможно? Есть разница между выдачей подарков и дарением подарков. Если мы лишаем ребенка сказочных персонажей, лишаем вот этого волшебства, то ребенок начинает относиться именно к подаркам как к выдаче. Тогда, конечно, любой Новый год будет низведен до уровня, ну, проходного события, где выдали подарок, и можно уходить. Тогда ребенок будет не заинтересован в самом мероприятии, не заинтересован в новогодних праздничных спектаклях, в зажигании елки, в хороводах и так далее. То есть, если я правильно понимаю, то ребенок должен быть чем-то мотивирован, да? Он должен быть мотивирован этим подарком, и его нужно попросить рассказать тебе как минимум стишок для того, чтобы подарить этот подарок. Рассказать стишок, нарисовать рисунок, ну, и нельзя забывать о том, что дети являются своего рода индикаторами взрослой жизни. То есть, если взрослый не горит Новым годом, соответственно, ребенок тоже не зажжется. Вот тогда у меня сразу к вам вопрос по поводу вот этого вот вручения подарков, дарения подарков. Вопрос такой насущный. Мы обсуждали здесь, подготовились ли мы с Юлей к Новому году, и всем ли приобрели подарки. У меня очень много племянников, которые совсем малыши. Как я могу передать им этот подарок? То есть, получается, что подарок будет лично от взрослого человека, но не от Дедушки Мороза? Если ребенок годовалый, я думаю, что вряд ли вы ему объясните, кто такой Дед Мороз. Он просто не запомнит. После двух лет, ближе к трем годам, ребенок начинает понимать, что есть такие вот сказочные персонажи. И если мы будем показывать им их на экране телевизора, или приводить ребенка на спектакль, либо в Центр детского развития, то, конечно же, пусть даже опосредованно, этот подарок будет принят как подарок от Деда Мороза и Снегурочки. А вот уже ближе к четырем годам было бы замечательно, если бы мы к ребенку приглашали Деда Мороза на дом, и тогда уже он лично выручал этот подарок. Вот тогда этот подарок будет персонифицирован именно с Дедом Морозом. Я, опять же, на себя все проецирую. Мне бабушки, дедушки, родители всегда говорили, что они встретили пасхального зайца, и тот передал от Деда Мороза. И вы тоже в это верили. Конечно. Мне в свое время бабушка рассказывала на Пасху как раз, что между двумя стеклами яйца и ключи складывает кукушка. Поэтому, в общем-то, я тоже в это верил. Главное, как рассказать. Скажите, а вот о письмах к Дедушке Морозу. Стоит ли их формировать, отсылать, писать? Несомненно. Несомненно, их нужно и формировать, и отсылать. Но более того, я всегда подчеркиваю, что обращение к Деду Морозу должно быть логически обусловленным. Что-то должно подводить ребенка к подарку. Во-первых, нужно обязательно поинтересоваться здоровьем Деда Мороза. Это очень важно. Узнать, как он живет. Как живут те лесные жители, о которых наслышан ребенок. Включая и его внучку Снегорычу. Также очень важно, чтобы мы рассказали, ребенок рассказал о себе, о своих достижениях, не акцентируя внимание, конечно же, на каких-то больших проблемах. И после этого попросил подарок. То есть все построено также на правилах этикета, сначала спросить. Конечно. Мы же должны понимать, что через игру, через сказки мы учим ребенка жизни. Поэтому любой праздник, он должен обладать воспитательным действием. Если это действие будет произведено по отношению к ребенку, то мы получим на выходе зрелую личность. В общем-то, мы к этому с вами стремимся. Мы же не готовы всю жизнь устраивать праздник своему чаду и не ждать ничего в ответ в плане воспитания. Нет, всю жизнь это не будет происходить. Нет, Юля, это последний год. А давайте поговорим о подарках. Вот если брать такую категорию детей, допустим, до первого класса, до школы, что же ему, вот, многие родители ломают голову, что же подарить? Может быть, есть какие-то советы? Понятно, что все это очень индивидуально, но может быть, какие-то общие правила, направления? Иногда хочется задать вопрос родителям. Они ребенка-то спрашивали, раз они ломают голову. Обычный ребенок как раз к дошкольному периоду знает, что ему нужно, поскольку активная реклама по телевидению, да, когда мы видим массу игрушек на экране. Там масса желаний. И велосипед, и ролики. Болтунная ходка для шпиона, да, они сами все рассказывают. Да, отталкиваться от слова «хочу», конечно, нужно, но соотносясь и с собственным бюджетом, и соотносясь с потребностями, истинными потребностями ребенка. Но если подарок будет совсем уж не к душе, то, конечно же, впечатление от праздника будет исполнено. Какие уж-то чудеса. Вот мне тоже, опять же, такой вопрос у меня созрел по поводу того, что вот дети маленькие, они всегда говорят, что я хочу это, я хочу это, я хочу это, я хочу это. Не получится ли, если он перечислил, например, 10 «хочу», а вы дарите только один подарок? Зафиксируйте все на бумаге, напишите Деду Морозу письмо, и ребенок будет четко обозначен. Это точно, это же обман. Дружище, надо сосредоточиться на данном подарке. Да, и можно сопроводить и рисунком этого будущего подарка. Тогда вы сможете уже зафиксировать конкретный подарок. Здесь получается, что мы ребенку объясняем, опять же, что не просто говорим ему «нет, нельзя так много желать», а то, что Дедушка Мороз, понятно, что он волшебник, но он не может всем детям дарить по 10 подарков. Вот себе один и скажи спасибо, Дедушке. В общем, друзья, запоминаете советы, мы продолжим беседу, но после гороскопа. А сегодняшний вопрос, на который я отвечу, будет от Марины. Марина спрашивает, стоит ли мне разводиться с мужем? Марина, в вашей паре очень высокий уровень конфликтности и разные ожидания друг от друга. Вы в жизни очень активная и яркая, но дома хотите покоя, тишины. Ваш же супруг напротив ожидает от вас активности всегда и везде. Получается, что ваши ожидания не совпадают, и это порождает конфликты. Активность в плане развода – это ваша идея, и вы можете довести ее до конца. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите место, дату и время вашего рождения, и я обязательно отвечу на все ваши вопросы. Новогодний праздник. Детский он или нет, друзья? Об этом сегодня говорим с нашим гостем Сергей Саратовский, психолог и общественный деятель, очень известный в нашем городе. Да, если у вас возник вопрос, как же поступить с детьми, нужно ли их укладывать спать перед встречей тех самых загадочных и магических 12 часов, либо оставить этого малыша рядом с вами, чтобы он встречал как полноправный... Пока сам не заснет, как говорится. За столом, да. Чтобы он встречал вместе с вами праздник, как полноправный член семьи, как полноправный хозяин этого дома. И мы, наверное, этот вопрос, Сергей, сейчас адресуем к вам. Как вы считаете, нужно ли, чтобы ребенок встречал 12 часов, и с какого возраста можно, чтобы дети уже сидели со взрослыми за столом? А вы наблюдали за тем, что взрослые, допустим, сьют и грязь в напиток и так далее? Для ребенка все должно быть органично и интересно. Если ребенок вдруг ни с того ни с сего заснет, значит, пришел тот час, когда ему нужно уже отдыхать, и те впечатления, те эмоции, которые он испытал, они вполне достаточны для того, чтобы перейти уже к осу. Утром встав, даже не увидев Деда Мороза, но обнаружив подарок под елочкой, он будет знать, что Дед Мороз все-таки о нем не забыл, приходил. И на каверзные вопросы ребенка, это вы подложили взрослые мне подарок, постарайтесь, наверное, как-то шутливо отмолчаться. Уйти от ответа. Нет, здесь нужно кусок бороды оставить на кресле, что Дед Мороз, мол, зацепился. Вот так вот проходил, да? Раз зацепился и оставил кусочек бороды. Друзья, небольшая реклама, и мы вновь окажемся в студии и продолжим беседовать. О погоде на территории области. Во вторник, 29 декабря, в Саратове и Энгельсе пасмурно. Ветер северный 5,2 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Днем температура воздуха составит минус 4, ночью до минус 8. Возьми за правило эксперт, а не эксперт. От латинского экспертус, что значит опытный. Друзья, мы вновь в студии. Утреннее шоу «Автопилот» готова заряжать вас бодростью и силами на грядущий день. И учить кусками латыни. Кусками латыни, почему? А, все, окей. Михаил Ведусин рядышком со мной. Меня зовут Юлия Астахова. Она по правой руке от нас. Наш сегодняшний эксперт в вопросах празднования Нового года. Такая более детская тема. Мы подробности расскажем чуть позднее. Это Сергей Саратовский. Это психолог и очень известный общественный деятель. Сергей, я предлагаю продолжить нашу очень интересную беседу. И вопрос следующий у нас к вам. Как подготовить ребенка к утреннику в садике и при этом минимализировать себе стресс? То есть для каждого ребенка все равно это страх, это публичные выступления первые. Выходы на сцену. Да. Есть ли какие-то приемы, чтобы сразу ребенка обезопасить от стресса? Ну, главное, нужно поставить задачу, чтобы не переусердствовать с эффектностью. Также подача детских праздников. Я вспоминаю, когда в трехлетнем возрасте, будучи в детском саду, воспитатели решили нас порадовать. И под такую достаточно интересную музыку сделать проход Деда Мороза по улице с заходом уже в группу. Так вот, когда Дед Мороз заходил в группу, уже все плакали к тому времени. Потому что музыка и проход вот этого волшебника, вот этого дедушки с бородой, он, конечно, навел шороху, дай Боже. Поэтому очень важно, да, очень важно понимать, что это у нас с вами есть опыт проведения праздников, их перенесения успешного. У детей этого опыта нет. Посмотрите, как вам запомнилось, если вы в трехлетнем возрасте был, именно потому что это яркий момент. Это яркий момент, да. Сомнительная яркость, скажи вам. Но у него, нет, яркий запоминающийся момент. И потому что, да, что детям нужно устраивать. Это должно быть, конечно же, праздничное, торжественное, может быть, в какой-то части события, но оно должно быть домашнее. Поэтому если дети замечают в глазах Деда Мороза или Снегурочки знакомые черты, или видят улыбку знакомую воспитателя или кого-то из родителей, это хорошо. Потому что ребенок перестает бояться, он видит знакомую личность. А, ну то есть не факт, что он узнает, что... Не факт, что он узнает, он догадается, да. Но со временем, конечно, лучше, чтобы эту роль играл уже незнакомый человек. А давайте о сказочных персонажах, но немножко, может быть, склонимся от новогодней темы. Все-таки есть же и другие персонажи, которыми тоже нас иногда даже пугают. Это бла-байки и так далее. Там туда не ходи, там темная комната, там бла-байки и так далее. Пугать детей? Стоит ли, да, вот озвучивать этих героев и рассказывать смысл существования, да. Или лучше не пугать ребенка ничем? Ну, пугать ребенка не надо ничем и никогда. Рассказывая о каких-то отрицательных персонажах, мы должны обязательно делать акцент на том, что они либо исправились, либо получили по заслугам, да. Как, например, там Кощей Бессмертный, Бабий Газмий, Горыныч, либо перешли на сторону добрых персонажей. Если вот мы будем таким образом поступать, у ребенка, конечно, не будет вот этой безысходности, что зло царствует в мире и ничего изменить нельзя. Поэтому у ребенка обязательно всегда должна быть надежда и стремление изменить мир к лучшему. И еще один очень важный вопрос. Обычно за праздничным столом люди наливают себе игристый напиток, отмечая там пришествие Нового года, а детям в этот момент наливают газировку, но они также вокалами поднимают воздух там, да. И стоит ли это делать, или это такое некое приучение ребенка к алкоголизму, как ни крути? Вы знаете, вот специалисты, не только психологи, говорят о том, что алкогольное поведение родителей, к сожалению, в дальнейшем провоцирует алкогольное поведение детей. Ведь практически дети в этот момент дублируют что? Поведение родителей. Да, считывают, привыкают к этому и считают, что это уже за норму. Когда мы с вами проводим какие-то мероприятия, праздники в школах, даже с выездом на природу, родители уединяются обычно с целью распития спиртных напитков и думают о том, что дети это не видят. Дети, гуляйте, гуляйте, гуляйте. На самом деле, мы отгораживаемся от себя. Ребенок видит все. И потом, когда он тебя начинает уже воспроизводить в более взрослой жизни, и ты бежишь, не знаешь, к какому специалисту и за какой край хвататься. Это как раз плоды вот этого поднятого псевдошампанского на Новый год в том числе. А многие же родители каким образом рассуждают? Лучше со мной, да, чем где-то там по подъездам? Это правильная такая теория? Вы знаете, можно начать с подъездов, а можно начать с дома, и поэтому потом продолжатся в подъездах. А как быть? Все равно так или иначе, ребенок, вступая во взрослую жизнь, познакомится с этими напитками, и лучше он будет знать свою меру, либо он будет начинать только пробовать в 25-26 лет? Лучше, чтобы это не был Новый год, и это не была эпоха раннего детства. Чтобы это не было связано с праздником, да? Конечно. Чтобы праздник оставался чистым. Культура употребления алкоголя, она, к сожалению, во многих семьях отсутствует, и употребление алкоголя зачастую связано с излишествами и соответствующим уже поведением и последствиями. Давайте отойдем от этой неутренней темы. Сергей, вы, пока Юли не было, вы мне сказали, что пока вы сюда ехали, вы встретили ту самую кукушку и того самого паскального зайца, которая помогла вам прийти сюда с пустыми руками. Да, подарить вот такую замечательную елочку. Это ручная работа для того, чтобы она вашему замечательному коллективу покровительствовала не только на Новый год и стала добрым символом ваших всех хороших начинаний. Скажите, что это Деда Мороза и Юлия? Да, это от Деда Мороза, несомненно. Ты только что от кукушки был, уже от Деда Мороза. От Деда Мороза кукушки передала. Слушайте, безумные красоты. А как вписывается в наш интерьерчик, друзья? Надеюсь, что вы заметили. У нас тоже есть подарок для вас, мы его обязательно сделаем чуть позже. Да, но мы же не можем с пустыми руками от кукушки. Естественно. Спасибо огромное вам за подарок. Спасибо, что пришли к нам в студию. Очень было приятно пообщаться. Я надеюсь, что те советы, которые мы действительно от вас получили, они пригодятся нам в нашей жизни. А самое главное, тем родителям, которые уже имеют маленьких детей. И теперь-то они знают, как вести себя перед Новым годом с ребенком. Друзья, встретимся совсем скоро. Оставайтесь с нами. Мы продолжим программу буквально через считанные минуты. Доброе утро, дорогие друзья. В эфире рубрика «Хэндмейд». Рядом со мной сидит декоратор Ирина Иванова. Доброе утро. И сегодня мы будем делать украшения, которые понадобятся вам не только в канун Нового года, но и после Нового года, и вообще в тени года он будет украшать ваш дом. Расскажи, пожалуйста, Иру, что мы сейчас будем делать? Мы сегодня будем делать вот такие елочные игрушки. Это шарики, декорированные различными цветочками, стразиками. Для этого нам понадобятся, в общем-то, сами шарики. Нам понадобится дизайнерская бумага. Вот так как шарики у нас бронзовые, я выбрала два цвета. Это золотая с таким эффектом. Давай покажем. Старина и белая с жемчужным напылением. Также нам понадобится клей-пистолет, клей, естественно, и разные бусинки, стразинки, штучки, которыми мы все это будем декорировать. Также нам понадобятся еще дыроколы фигурные, которыми мы будем вырезать, в общем-то, все вот эти замечательные штучки. Давайте посмотрим, покажем вам в камеру. Значит, здесь вот у нас дырокол в форме сердечка, а здесь у нас какие-то снежинки. Да, это цветочек такой. Еще есть вот такой цветочек поменьше, есть бабочка, и есть такие маленькие-маленькие медвежата. Отлично. Берем бумагу и делаем пыльки. Так, я могу тебе помочь? Да. Отлично. Тогда я возьму сердечко, оно среднего размера, потому что сразу я не рискну делать большие. Они вылетают сами собой, как волшебные новогодние подарки. Самое главное, вовремя остановиться, потому что этим хочется заниматься весь день. Ну, вот так нам хватит. Все, отлично. В общем-то, теперь мы делаем что? Мы берем и налепляем вот эти сердечки наши замечательные. На клеевой пистолет. Да, на клеевой пистолет, на наш шаек. Ну, можно вот так вот по кругу, например, начать. В общем-то, на небольшую совсем капельку. То есть клеевой пистолет нам расплавляет клей до нужной температуры, и таким образом он становится тепленьким, и его наносить городу удобно. Даже становится горяченьким, я бы сказала. Вот можно дополнить вот таким вот маленьким-беленьким цветочком. Давай попробуем. Готовую уже вырезали. Вот, вот это как раз те самые снежинки, которые получаются вот из-за того статя. Если их вот так согнуть, то они получатся объемные. Угу. Мы потратили всего 5 минут, а у нас шарик уже практически заполнен цветочками, сердечками и объемными снежинками. То есть для того, чтобы сделать такую красоту, вам совершенно не потребуется много времени. Так, по-моему, сейчас будет самое последнее. Все, да, вот это последнее. Мы закончили с бусинками, а теперь мы сейчас уже в процессе творческих мыслей решим, чем бы нам украсить более уже маленькие фигуры. Да. Бусинки у нас достаточно большие для этого. У нас есть вот такие стразинки на клеевой основе. Можно вот на эти вот беленькие цветочки, да, как раз? Да. Можно плюс еще приподнять кипятки, чтобы у нас беленькие цветочки тоже были по объему. Угу. То есть самое главное, это не следовать какому-то определенному принципу, включать фантазию, включать свое мышление творческое и делать. Здесь, на самом деле, большой простор для фантазии, потому что у Дракова такие есть самых разных форм. Есть и в форме снежинок, разных-разных цветочков, зверушек, листочков. Ну, я так понимаю, что вот для того, чтобы мы могли приподнять лепесточки, придать какую-то форму более объемную, нам нужно клеить в серединку. То есть нам нужно выдавливать точечку именно в серединку, чтобы по бокам у нас оставалось место уже для творчества. Мы украсили последний цветочек, у нас получилась вот такая вот красота, которую мы сделали не больше, чем за 10 минут. Самое главное, что мы пожелаем нашим телезрителям? Творческих успехов, удачи в новом году. И не бойтесь экспериментировать. С первым круглосуточным телеканалом «Саратов-24» скучать не приходится. У нас есть все для того, чтобы отправиться в захватывающее путешествие по телеэфиру. В 17.00 многосерийный фильм «Зимний вальс». Это история о девушке по имени Анна. У нее хорошая работа, любящий муж и прекрасная дочка. Но все рушится в одно мгновение, когда ей переходит дорогу лучшая подруга. С работы Анну с треском увольняют, муж уходит и кажется, что ей, оставшейся одной с маленькой дочерью, помощи ждать неоткуда. Но внезапно она встречает подполковника в отставке Владимира. В его семье тоже не все благополучно. Случайная встреча двух этих людей дает надежду хоть и на позднюю, но такую настоящую любовь. Смотрите сегодня «Зимний вальс» в 17.00 на телеканале «Саратов-24». Смотрите все самое интересное на «Саратов-24». Например, в 19.00 сериал «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Это история легендарного одесского вора Михаила Винницкого, основанная на реальных событиях и знаменитых рассказах Исаака Бабеля. Жизнь юного участника еврейской самообороны вполне могла оборваться, так толком и не начавшись. За убийство полицмейстера его приговорили к смертной казни, замененной на 12 лет каторги, а затем выпустили памяти. Вернувшись в родную Одессу, молодой паренек стал королем воров, организовав самую большую банду налетчиков, державшую в страхе весь город. Неподражаемый одесский говор, искрометный еврейский юмор – все это в 19.00 на телеканале «Саратов-24». Сегодня у многих жителей нашего города уже начались новогодние каникулы. Многие отправились за подарками своим родным и близким. Вот сколько этих людей в нашем городе сейчас узнаем у Михаила Ведутина, потому что все это он нам преподнесет с точки зрения пробок. Михаил! Как ее подвела, потому что на дорогах ситуация становится все опаснее и опаснее. Четыре балла. Многие люди уже проснулись и поехали кто-то в сторону работы, а кто-то в сторону подарков. Возможно, будут покупать такие же красивые елки, как у нас, но их нету. Это ручная работа, которую нам подарил наш гость. Так что вот так. Да, ну, перейдем сюда, к нашей карте со стороны заводского района. Начнем по движению в сторону центра. По Новоастраханскому шоссе около Зуборезного завода есть небольшие затруднения. Я думаю, что это связано с переездом железнодорожным. Все те люди, которые там живут, они об этом прекрасно знают. По Новоастраханскому мы можем проехать достаточно неплохо, если проедем, собственно говоря, тот самый железнодорожный переезд. По улице Орджоникидзе и Чернышевского нет никаких затруднений. В сторону центра все едет, все, опять же, зеленого цвета. Весна возвращается в город. В центре, естественно, уже начались затруднения по улице Радищева, по улице Мичурина, по улицам Советская, Московская, Челюскинцев, Зарубина, Посадского и так далее. Все в центре у нас достаточно проблематично, есть затруднения. Есть небольшое ДТП у нас на пересечении улиц около Липок. В общем, все это происходит. Не скажу, какое точное пересечение, поэтому смотрите также по карте и ищите пути объезда этого, собственно говоря, ДТП. Со стороны Усть-Курденского шоссе в сторону центра, в сторону Юбилейного также нет у нас затруднений. Есть небольшие ограничения по скорости, просто чуть помедленнее поедете, но уж прямо такого, чтобы встало и встало, такого нет. В сторону аэропорта также все зеленого цвета, мы можем ехать в сторону центра. По танкистам нет никаких затруднений, что удивительно, на самом деле по... А, есть по танкистам, вот оно, поэтому меня и удивило. Танкистов на пересечении Снавашино 3 км в час ваш скорость составит, то есть там уже достаточно серьезные затруднения в движении. По Скаловой улице также есть затруднения движения в сторону центра, в сторону Ленинского района, никаких проблем абсолютно нет. Если брать по улицу 50 лет октября, то, естественно, около Тракторной мы двигаемся 7 км в час перед светофором, ну а дальше, также, да, дальше после моста есть затруднения перед Тракторной, в принципе, все нормально едет, можно, так сказать, двигаться в сторону работы. На проспект Строителей и на Шахурдина, на том самом пересечении, на кольце, наконец-то пропали красные цвета, и все зеленое, можно ехать без каких-либо затруднений. Но в любом случае, мы просим вас о том, чтобы вы запасались свободным временем перед тем, как выезжать на работу. Будьте терпеливы друг к другу, машите людям, которые рядом с вами в соседних машинах. Да, я согласна, так веселее. Михаил сосредоточил свое внимание именно на пробках, друзья. Хотелось бы сказать вам, что пробки, на самом деле, не беда. Есть такой лайфхак, я все время пользуюсь им, включаю диск в свой магнитофон, там какой-нибудь, либо запись на английском языке, либо литературное произведение. Знаете, стараюсь просвещаться в пробках, а все проходит гораздо быстрее, так что и вам советы. Ну а теперь к погоде. Сегодня 29 декабря, и напомню вам, что в Саратове, для себя сегодня пасмурно. Снега нам в Синопске не обещают. Ветер северный 4 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Сейчас градусник показывает минус 5, а вечером опустится температура до минус 8. Сами понимаете, на улице не жарко, поэтому одевайтесь теплее, и когда придете домой, обязательно поработайте над тем, чтобы немножечко упрочить свой иммунитет, потому что болеть под Новый год, это, знаете ли, пагубная дельца. Правда, Михаил? Пагубная дельца, да. Да, согревайтесь, согревайтесь, боритесь с холодами, с морозами. Мы надеемся, что все-таки этот мороз, он такой сказочный, сказочно новогодний, и не просто так он к нам идет, а для того, чтобы укрепить то самое магическое чувство, о котором мы также разговаривали чуть ранее, что все-таки Новый год – это очень такой волшебный праздник, и то, что было уже практически лето до 25 декабря. И как все изменилось. Да, сегодня у нас все кардинально меняется. Ну и, конечно же, мы хотели бы напомнить о том, что сегодня происходило в нашей программе. Сегодня в утреннем шоу «Автопилот» мы разыгрывали стильный шарфик от нашего партнера «Билайн». Напомним, что до 30 декабря у нас в эфире проходит игра «Угадай звезду на елке». Мы показываем вам детскую фотографию звезды на новогоднем утреннике и предлагаем угадать эту персону. Пятому, приславшему правильный ответ, вручаем подарок от «Билайн». Завтра снова будет розыгрыш теплых призов от нашего партнера. Не пропустите, а еще не забывайте, что у вас есть шанс стать лучшим зайчиком или лучшей снежинкой. Для этого вам нужно загрузить свои детские фото в новогодних костюмах на специальный портал «Зайчики против снежинок» от «Билайн». Напомним, адрес портала – zpsbiline.ru. И можно, наверное, поделиться каким-нибудь примером та самая тайна, которую не дали мне рассказать. У нас уже есть золотой пример, друзья. Еще в рамках этой игры мы решили запустить следующую акцию. Мы на экранах показываем фотографию известных людей, известных нам и известных вам. И сегодня, друзья, мы приготовили отличную фотографию. Внимание на экран. Очень надеемся, что вы этого мальчонку хорошенечко узнали. Секунду, не факт, что это мальчоночка. Не узнаю вас в гриме, хочешь сказать? На самом деле, друзья, это Сергей Гришнов. Вот тут все понятно. Надеемся, что вам этот парень знаком. Он ведет программу «Автопилот» вместе с нами. Надеемся, что сейчас он не сидит с таким же грустным лицом. Вот он, вот такой вот. Это прямой эфир. Сергей прямо сейчас стоит где-то и не двигается. Что-то молчит, переваривает информацию. Сережа, как у вас дела? Как слышите? Нет, сорвалась связь. На самом деле, шанс на фотографии можно проследить, каким человек был и каким стал. Здесь видно, что тенденция идет со знаком «плюс». Тенденция идет к росту. Сергей начал расти после четырех лет. Да, это на самом деле факт. Эта рубрика будет продолжаться. Будем, друзья, показывать вам фотографии детских и очень известных людей. Ну а сейчас пришло время рассказать вам об очень одиноких животных, которые ищут свой дом. Вновь просим вас обратить пристальное внимание на экран, потому что сегодня ищет дом замечательная собачка по кличке Бима. Очень игривая. У нее окрас бело-рыжий, причем рыжий он так акцентом. Половина лица, да, половина мордочки. Собака неприхотлива в еде, проявляет свои охранные качества, очень хочет обрести хозяина и настоящих друзей. Если у вас есть такая возможность, то прийдите, пожалуйста, в Биму. Она вам будет бесконечно благодарна за эти чудеса в преддверии Нового года. Мы даже не спрашиваем, заинтересовала вас эта прекрасная дама или нет, потому что, мне кажется, она не может оставить равнодушными абсолютно никого. Но если вы действительно имеете такую возможность, заберите ее к себе, она будет рада. Собака очень контактная, друзья, она станет вам настоящим трудом. Ну, по фото видно, что она готова танцевать и просто радовать. Сегодня раскрывали замечательную тему «Новый год, детский праздник или нет». В рамках этой темы мы разбирали, стоит ли поддерживать веру для ребенка в Деда Мороза, а также обсуждали тот момент, стоит ли ребенку праздновать со всеми Новый год, встречать эти 12 часов или все-таки укладывать его спать. Да, надеемся, что наш гость Сергей Саратовский полностью для вас развернул эту тему. По крайней мере, для нас как-то, ну, для меня лично, разложилось все по полочкам. Мне теперь понятно. У меня, на самом деле, давно был уже этот вопрос по поводу поднятия бокалов праздничных и нужно ли это все делить с детьми. Сегодня достаточно исчерпывающий ответ я на свой вопрос получил. И, конечно же, нужно сохранять, как сказал Сергей, нужно сохранять ту самую веру в Деда Мороза, нужно сохранять ту самую веру в празднике. Друзья, если вы вдруг пропустили нашу программу, вы только сейчас включились, помните о том, что на нашем сайте телеканала «Саратов-24» вы можете повторить, посмотреть повтор программы и, естественно, почерпнуть ценную информацию для себя. Мы все понимаем, возможно, вы встаете в 9 утра, а не в 7, и на этот случай есть запись эфира. Да, и для вас мы там будем говорить опять, 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 опять и опять. И опять основа. Самое главное, что с удовольствием. Друзья, спасибо, что провели это утро вместе с нами, мы этому очень рады. Желаем, что ваше настроение будет становиться новогодним день ото дня. Каша в голове, ну это потому что утро. Потому что утро. А с вами вместе просыпались сегодня в «Автопилоте» на канале «Саратов-24» Юлия Астахова. Я Михаил Ведутин. Надеюсь, что вы также проснулись, если вы здесь, около своих телевизоров. Помашите нам рукой в ответ, мы обязательно все это увидим. Коля, маши рукой. Наташа, все, всем доброго. Друзья, хорошего дня, до завтра.